На прошлый раз мы говорили о том, что надо различать между приближенными к Аллаху и приближенными к Шайтану. И разница между ними должна быть явной, как между небесами и землей. То есть, если человек верующий и страшится Аллахом, он из приближенных к Милостюм. А если, говорит, одно из них исчезнет, Иман или Тақва, тогда он станет из приближенных к Шайтану. И шестая основа, последняя в этой книге, это получение знаний из Кур'ана и Сунны. Следование, и об изучении, и делал, призыв, должны останавливаться на Кур'ане и Сунны. И тот, кто противоречит этой основе, потому что в наши дни есть такие люди, которые говорят, невозможно на сегодняшний день получать знания из Кур'ана и Сунны. И это, говорит, это есть основа из основ Ахля Сунны, и тот, кто противоречит этой, он упал в противоречие. Аллах, субхану та'ала, анжалил Кур'ан. Аллах, субхану та'ала, не спасла Кур'ан. И приказал нам... Что нам приказал Аллах? Биттадаббур. То, чтобы мы задумывались над аятами. Сахих. Анна тадаббур, на алифмаан и Кур'ан. Чтобы мы понимали смысл этих аятов Кур'ана. На амал бихи. Делали дела соответствия с ним. Наджу и лей. И призывали к нему. А есть такие люди на сегодняшний день, которые своими словами, либо же делами, не хотят Кур'ан, не принимают Кур'ан? И, говорит, это является позором. Ты, говорит, понимаешь русский язык? Да. Я не знаю, что люди, которые не говорят, не понимают русский язык, и не понимают Аллах. То есть ты понимаешь, говорит, язык, русский язык, да? Но не понимаешь арабского языка, который является языком Кур'ана. Есть ли кто-то здесь присутствует, кто не знает суры Фатиха? Все знают суры Фатиха. Но все ли понимают ее смысл? И это указано на то, что мы не являемся в этом вопросе. Да, сахих. То есть мы должны понять, самое малое из суры Фатиха, да? То есть ослоба ее смысл? То есть должен изучать, задумываться над ее смыслами. Например, какой-то человек, не мусульманин, кафир, захочет принять ислам, и произнесет свидетельство, но он не знает ее смысл, и не понимает, что ему произносит. Такое свидетельство, говорит, не принесет, но ему пользы, говорит. Даже, говорит, он не будет мусульманин. Поэтому, говорит, в итоге говорит, что есть те, которые не хотят изучать Куран и Сунны. То есть, и одна из причин распространения или вхождения в эту религию является то, что люди оставляют Куран и Сунны. Оставляют изучение языка арабского. То есть человек тебе переводит книги арабского языка, переводит, как он почитает нужным, и ты доверяешься ему в этом. И по этим причинам, говорит, одни из путей вхождения нововведения в религию. Я говорю сейчас, что Маулит, день рождения, отмечать день рождения Проксана является нововведением, запретным в религии. А переводчик может взять и перевести и сказать, что, говорит, Маулит является Сунной, поклонением, говорит, да? А ты откуда, говорит, знаешь, что он тебе говорит? Ты не знаешь об этом? И он, говорит, ты будешь думать, что это слова шейха. Да. Поэтому мы должны, говорит, изучать и обучаться тому, что нам рассказал Пророк Сараллах. Я, говорит, оставил для вас, Пророк Сараллах, говорит, я оставил для вас две вещи. Вы никогда не заблудитесь. То есть оставление, говорит, заблуждение, говорит, вот начинается тогда, когда люди оставляют Куран Сунной. И поэтому с сегодняшнего дня, говорит, давайте начнем делать дела, говорит, соответствующие этими основами. И первое, говорит, с чего мы начнем, давайте, говорит, делать дела искренне ради Аллаха. Воплотим эту основу в своей жизни. Тем, что будем изучать, обучать этому вопросу, призывать к нему, делать дела с этим и терпеть. И также должны сторониться тому, что противоречит этой основе, а это ширк большой и малый. И также будем объединяться. То есть, и поэтому, как вот имам, допустим, скажет, с сегодняшнего дня, давайте, говорит, объединяться на том, на чем был объединялся, просто изучать это и воплощать это в своей жизни. И ни на шаг от этого нет, ни на пять от этого не будем отступать. Так же будем слушаться и подчиняться правителю в том, в чем нет греха перед Аллахом. В том, что нам нравится и не нравится. И противоречием это снова является выход или неподчинение правителю, будь это своими делами или языком. Так же надо изучать, кто такие ученые, знать их имена, читать про них, знать их. И так же не должны возвращаться к тем, кто пытается уподобиться им. И он не из их числа. Мы должны разделить между приближенными к Аллаху, к Рахману и приближенными к Шайтану. И так же должны знать, что это все заблуждение, вся тьма только в поставлении Курана и Сунду. Просит дуа, чтобы Аллах показал нам истину и истину, и помог следовать за ней. И показал нам заблуждение, заблуждение по их стороннице. Его просит Аллах укрепить нас всех на истине. Продолжение следует...